Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире девятый уже выпуск первого в ломоносовом музыкального видеопроекта «Апельсин». И сегодня у нас в гостях замечательная девушка Галина Волкова, которая является золотым голосом Камчатки и обладательницей многих-многих-многих еще регалий. Здравствуй, Галя! Привет, Сереж! Многие после того, как мы выложили афишу с тобой, спрашивали, а что ты так издалека к нам едет, Галя, к Камчатке? Расскажи, как ты оказалась в наших краях, каким ветром тебя занесло и так далее? Вот оказалась Галка-птица перелетная. Надоело мне сидеть в моем гнезде, вот я вот как-то уже выросла, уже достигла творческих каких-то ступенек, высот там, где жила, где родилась. И, ну, решила расширять свои горизонты. Есть такая компания в Ломоносе, Тайкит. Они с самого начала нас поддерживают всячески. И они вот просили, короче, нашему гостю сегодня передать такой замечательный подарок. Это сезонный у них такой набор магнитиков на холодильник и ручка. То есть ты можешь, когда проголодаешься, позвонить им, они тебе привезут что-нибудь вкусненькое. Дело в том, что Санкт-Петербург – это город одного из гениальнейших людей, музыкантов, которого я просто обожаю, Александр Яковлевич Шерзенбаум. И он приезжал на Камчатку, и я была на нескольких его концертах. Мне посчастливилось даже пообщаться с ним в гримерке. У меня даже есть фото. Что он тебе сказал? У меня даже есть фото на памяти. Я ему сказала, что я тоже пою. Он спросил, пою ли я песни из его рефератуара. Я сказала, что нет, да. Но вот, вы знаете, я говорю, завтра буду выступать. Вот в таком-то ресторане буду петь. Приходите. Но если не улетим, была зима, погода, на Камчатке постоянно циклоны. Если не улетим, то придем. Я говорю, ой, приходите. Но если не придете, то я приеду в Питер. Он не пришел на Камчатке. Я приехала. Вот в чем причина, оказывается. Просто спасибо Александру Розенбауму за то, что он не попал на концерт Галины на Камчатке. Потому что благодаря ему Галина приехала сюда, чтобы спеть для нас, друзья. Ура! Хорька! 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 Не, можно вопрос один? Ты выйдешь у меня опять, нет? Хорька! 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 Просвучало? Хорька! Хорька! Звучало? Красавчик! Это наши постоянные друзья, постоянные гости. Они всегда-всегда приходят, поддерживают нас. Спасибо им большое. Говорю, что мы постоянные и продолжим ими быть. Будем стараться. Потому что вы молодцы, потому что вы делаете такие классные вечера, такие интересные. Сюда, ну просто классно приходить. Вы пришли сюда сегодня специально на концерт, Галина, или случайно попали? Специально на концерт. Как вам? Расскажите, пожалуйста. Очень нравится, очень здорово, очень уютно, очень интересно. И песни настолько душевные, настолько сердечные. Мы получаем массу удовольствия. Спасибо большое. Что тебе нравится? Чупик Овецкин. Это вот политика заведения, да, что они приглашают в живую музыку. Вообще очень здорово. Здесь уже не первый раз, когда поют в живую. И мы стараемся туда ходить. Во-первых, вокал понравился. Во-вторых, нам всегда здесь нравится, потому что здесь приятная атмосфера. Здесь лишний повод встретиться с друзьями, такими замечательными. Сегодня мы встречаемся с моими коллегами и с нашими друзьями из Китая. Всем привет. Сегодня очень радостно быть здесь. В общем, спасибо. В общем, здесь можно общаться с друзьями. Я чувствую себя очень радостно. Очень символично, что в Евразии гость из Китая. Вообще спасибо. Приятно насладиться атмосферой сказочной, скажем так, потому что здесь мало слов, скажем так. Это надо прочувствовать. Отдельный респект хоккейному клубу «Ромбов». О! Да, это вот. Был такой клуб, он немножко там часто. Но мы все вместе, поэтому, ребята, кто меня увидит. Анастасия, да? Она даже не знала, не в курсе, что это такое. Она говорит, когда она услышала, она играла в маленьком заведении, вот это маленьком, там, я не знаю, кубике раскладывала. Как только она узнала, что здесь будет играть мисс Камчатки, мисс Плани Голоса, мисс, да? Она говорит, ребята, я никуда не пойду, я остаюсь. Мама, оставь меня здесь. Ребенок стесняется, сказала, вот, сразу очень понравилось. Я, во-первых, люблю все проекты под названием «Апельсин». Мне это очень нравится. И вы замечательно, то, что придумали, вот такой проект. Спасибо. А как тебе голос сегодняшний? Как тебе? Супер. Да, нравится? Да. Вот, ну и мы ждем от вас еще новых таких приятных вот встреч. Надеемся, что это будет не вторая далеко и не последняя, то есть это когда приглашать замечательных людей. Я хочу сказать огромное спасибо ресторану «Евразия» за то, что она нас уже девятый раз, да не девятый, а уже много-много раз нас принимала. Она очень мила, добрая, любезная и вкусно кормила, и всегда нам позволяла здесь что-то делать. Настя, огромное спасибо тебе, это директор «Евразия». Ты тут пропустила многое. Здесь, короче, поздравляли молодоженов, и пусть сегодня народу здесь немного, но была атмосфера просто великолепная. Тут кричали горько. Вот этой паре здесь 5 лет, там 3, 20 лет. Отзывы классные, все благодарят тебя, представляешь? Все благодарят тебя за то, что ты позволяешь нам таким хорошим здесь делать такие вот вечера. Что скажешь по этому поводу? Это вам спасибо, что вы устраиваетесь здесь. Я все слышала, все ваши поздравления. Я была внизу, да. Я слышала горько, и я думала, боже мой, вроде бы не свадьба. Ну вот, как бы, это вам спасибо. Что ты можешь сказать по поводу сегодняшнего вечера, вокал какой-нибудь? Я тебя вырежу все равно, можно тут не выпендриваться. Я тебя вырежу все равно. Что? Я тебя вырежу все равно. Можешь просто поцеловать меня, и пойдем. Очень хочется пожелать тепла. Причем тепла не только на улице в питерской погоде, тепла в душе, тепла в семье, чтобы погода в доме всегда была теплой, чтобы было дружелюбие. Так мало сейчас, вот этого так не хватает, именно какого-то добра в мире хочется побольше. Вот я желаю всем добра. Вы прекрасные люди, я желаю вам добра. Все, всем всего хорошего, спасибо, до свидания, увидимся в августе. Спасибо! 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 Спасибо, Галя, браво! Все, Галя, спасибо тебе большое, давай пить чай. Спасибо!